Оперативная эвакуация раненых, первая медицинская помощь – один из залогов успешного завершения специальной военной операции. Большую помощь профессиональным врачам оказывают солдаты медицинских взводов, которые работают недалеко от передовой. Об этой непростой работе в материале наших коллег. Пуля 7,62. Это с пятерки остаток пули. А это, скорее всего, 120-е снаряды. Возможно, танковые снаряды, они так тоже кружатся. Это вторичные снаряды. Эти осколки извлекли сегодня из тела раненого бойца. Операцию, прежде чем отправить его в тыл, провели прямо здесь, на оперативной базе, где все для этого оборудовано, несмотря на внешне непрезентабельный вид. Это даже не военная хитрость, а вынужденная мера. Еще с 2014 года. Противник, едва завидев профессиональную медтехнику или Красный Крест, перестает стеснять себя всеми правилами и законами. Противник не стесняется, сразу начинает долбить. То есть у них птички висят, они видят далеко камеры с большим разрешением. И артиллерия у них довольно настроена. То есть там парни, я не знаю, ну, скорее всего, не местные, я думаю, что это импортные все. Они стреляют прицельно и хорошо. Так что осколки бойцы взвода, которые доставляют сюда раненых, извлекают не только из тел солдат, но очень часто из своих автомобилей. Вот один из следов такого случая. Танк поймал, когда за трехсотами ехали. Полностью вся машина, да. Пробила? Да, вот выход. И как правило, если раненые тяжелые, я сижу здесь, на этом месте, как правило. Ну, тогда ездили только за ними, поэтому машина была пустая, нам повезло. Командир медзвода с позывным Лера – единственный профессиональный медик подразделений. Уроженка Иркутска большую часть жизни провела в Донецке. Раненых спасают 2014 года. За это время, рассказывает, неоднократно приходилось в одиночку выносить солдат с поля боя. Там, по-моему, уже не думаешь ни о чем. Наверное, адреналин, вот, не знаю. Было, и тянули на себе, и пока ребята не подбежали, тогда уже только я поняла, что я устала и выдохлась. Я раньше все время удивлялась, как великое отечественное, вот, люди понимают, что идут на смерть, и вот они все равно это все делают. А сейчас, вот я сама в этом вот думаю, а по-другому-то никак нельзя, не получается по-другому. Сейчас в таких подвигах нет необходимости. Медицинский взвод укомплектован и людьми, и оборудованием. В частности, разными видами носилок, которые позволяют эвакуировать раненых разной степени сложности, в том числе по пересеченной местности. Тянуть можно и нести можно, за ветки не цепляются, рямки жесткие. Почти все бойцы медвзвода – бывшие его пациенты. Как, например, водитель одной из авакомашин с позывным «Малой». Сам он из Радужного, по образованию электрик, призван по мобилизации. Заболел, получается сделали операцию на легкое, и должен был быть под наблюдением медиков, ну и так и остался здесь. Я ездил на обучение, и как там, в тактической медицине обучили. Его напарник – тоже югорчанин, позывной «Сургут». В медзвод попал после ранения осколками мины. Ну, правая стопа, рука правая, шея чуть-чуть. Один сейчас… Должны осколочные, да? Да. Ну, меня еще не достали, у меня один в спине и один в бедре еще. Все, дальше корреспондентам ехать нельзя. Их высаживают из машины, а бойцы медицинского взвода отправляются на передовую, выполнять свой боевой долг.